Он вырос без родителей, попал на фронт юноши и дослужился до генерала. Сто лет с дня рождения Сагадата Нурмагомбетова отмечают в Казахстане. На родине он запомнился как герой Великой Отечественной войны, а вот его политическая деятельность часто остается в тени, хотя вклад Нурмагомбетова в становление вооруженных сил страны трудно переоценить. О жизни прославленного военачальника в материале Рауля Габитова. Сагадат Нурмагомбетов первый министр обороны в истории независимого Казахстана и не случайно выбор пал на него. После распада СССР армию пришлось создавать с нуля, делить когда-то общее вооружение и технику с другими республиками, вышедшими из состава Союза. И тут был нужен человек, как сказали бы сейчас, с хорошим бэкграундом и признанным авторитетом среди офицеров не только нашей страны, но и соседних государств. Генерал Нурмагомбетов с этой ролью справился. Почти половина офицерского состава в начале 90-х годов состояла из уроженцев не Казахстана, а Украины, Белоруссии и России. Многие из них после распада СССР предпочли вернуться на большую родину. И вот Сагадат Кужахметович приказал провожать каждого из них достойно, выделять, например, командировочные. Такое отношение к военнослужащим было не во всех республиках. За это нашего министра уважали везде. О нем все хорошо отзывались. При Сагадате Нурмагомбетове Казахстан первым в Центральной Азии принял военную доктрину. Она предусматривала как меры по предотвращению войны, так и способы защиты суверенитета и территориальной целостности страны. В доктрине четко говорилось, что Казахстан ни при каких обстоятельствах не начнет первым боевые действия, если только он или его союзники не станут объектом агрессии. Становление наших вооруженных сил, становление нашей многонациональной армии, будем говорить, состоялось. Я хочу сказать слава благодарности ветеранам. Отношения Сагадат Кажахмедовича ровно. У нас вопроса межнационального не было в армии. Дай Бог, чтобы и в Казахстане так будет, и уверен. Один, наверное, единственный ветеран Второй мировой войны, который выступил с трибуны ООН в Нью-Йорке. Это к 60-летию победы приглашен был Сагадат Кажахмедович в Нью-Йорк, где он выступил с докладом. Генерала ветераны вооруженных сил вспоминают как доброго и скромного человека. И хотя он был военным офицером, а это звание требует жесткого характера, живых эмоций он лишен не был. Когда он был там в Нью-Йорке, перед его выступлением, мы были уже в Астане, мне доложили, что скончалась супруга Сагадат Кажахмедовича Лера Сабировна. Но мы не стали сообщать Сагадат Кажахмедовичу, он доложил все. Когда он возвращался, он вернулся в Алма-Ату, мне было поручено встречать его в аэропорту. Это такая сцена. Я его встречал у трапа, и вот он сразу как-то, он сразу дал, что случилось, он так вот резко, ну, пришлось вот это сказать. Я впервые увидел слезы фронтовика, героя. Когда он зашел в комнату, увидел все это. Конечно, мы как могли поддержали, такой момент был. Сегодня именем Сагадата Нурмагамбетова названы улицы в разных городах Казахстана, а также военные учебные заведения. В его честь установлены памятники, мемориальные доски, есть даже музей. Бюст генерала можно увидеть и в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве. Рауль Габитов, 24КЗ. Рауль Габитов, 24КЗ. Рауль Габитов, 24КЗ. Рауль Габитов, 24КЗ.